Так, ну что, добрый день. У нас опять такая ситуация, к сожалению. Но мы продолжаем учиться. Ребята, мы обсуждаем тему номер 4. Замена переменных в кратном интеграле. Тема эта большая, геометрическая, привлекает линейную алгебру. Мы добрались до второго пункта, который называется геометрический смысл модуля Якобиана. И мы доказываем теорему. Рассматриваем дифиоморфизм двух n-мерных областей. Далее, первое утверждение. Возьмем произвольную точку в области У, точка Х с ноликом. И рассмотрим клетку куб. Это означает, что мы рассматриваем все точки, координаты которых удовлетворяют вот такому неравенству. Обратите внимание, что точка, у которой мы поставили наверху индекс нолик, кружочек, это точка с самыми наименьшими координатами. А область У вот такая вот. Область У. Далее, мы применяем к кубу, к клетке кубу, со стороной Т, вот эта вот сторона Т, дифиоморфизм F. И кубик превращается в какое-то множество. Мы знаем, что это множество измеримо. Пишем его меру. И сравниваем с мерой прообразом. Ну, поскольку Ку это кубик, то его мера это сторона в n-ой степени. Далее мы переходим к пределу, когда Т стремится к плюс ноль. Теорема утверждает, что в результате мы получим модуль определителя матрицы частных производных отображения F в исследуемой точке. То есть, вот это положительное число, потому что это дифиоморфизм, и определитель не может выродиться. Это положительное число, это коэффициент искажения, можно так сказать, сколь угодно малого куба при дифиоморфизме именно в точке Х с нуликом. Второе утверждение. Давайте рассмотрим замкнутое множество, принадлежащее У. Замкнутое множество, принадлежащее У. Множество W. Тогда мы утверждаем, что по любому такому замкнутому множеству предельный переход равномерный. Вот этот предельный переход. Что это означает? Что какое бы эпсилон мы ни взяли, найдется число дельта, ну, от него зависящее, положительное. Так что для любой точки Х0, вот из этого множества W, и для любого Т, которое меньше дельта, ну, оно автоматически положительное, потому что это длина стороны кубика, и для любого Т, что же выполняется? Расстояние от отношения мер, вот оно отношение мер, до предела, вот он предел, это расстояние меньше эпсилон. То есть стремление к своему, стремление к своему коэффициенту равномерное по всем точкам из замкнутого множества. Мы доказываем, начали доказывать первое утверждение. И поступили так. Точка фиксирована. И мы разложили отображение в окрестности исследуемой точки. Затем мы сказали следующее, что константа на меру не влияет, это сдвиг, а сдвиг это движение, движение на меру не влияет. Поэтому константой можно пренебречь при подсчете вот этих вот мер. Второе, что мы сделали, мы умножили обе части равенства на обратную матрицу. Мы знаем, что обратная матрица не вырождена, и она искажает меру в модуль определителя, ее определителя раз. И уже это не предельный переход. А поскольку это линейное отображение, то вот отношение мер есть просто определитель. Модуль определителя, точнее. Когда мы применили эту матрицу, то у нас появилось новое отображение. Вот я его записал. Ребята, в прошлый раз я вот здесь поставил букву мю. Это плохо, потому что мю у меня же обозначает меру. Так что давайте напишем здесь букву сигма. И возникло новое отображение. Выглядит оно очень просто. Аргумент, и к нему прибавляется бесконечно малое, вот это бесконечно малое, более высокого порядка, чем первый. Мы говорим бесконечно малое второго порядка. И если мы докажем, что для отображения f с крышкой, вот это отношение, где вместо f стоит f с крышкой, это отношение в пределе равно единице. Почему единица? Потому что в данном случае линейная часть определяется матрицей единичной. Тут стоит единичная матрица. А у нее определитель равен единице. Если мы скажем, что для вот этого отображения, не скажем, докажем, это отображение в пределе равно единице, то потом мы применим опять матрицу прямую, вот к этому равенству. Вернемся к исходному отображению. И тогда коэффициент искажения будет вот этот. Мы опираемся, повторяю, на то, что мы знаем, что линейное отображение искажает меру любого измеримого множества, во сколько раз? В модуль, определитель раз. Все, доказываем. Поступаем так. Вот это кубик прообраз. Вот это он. А мы применили дифиоморфизм f. Еще я приношу свои извинения. На прошлой лекции я написал здесь f малое, но мне эта буква понадобится чуть позже. Поэтому дифиоморфизм f большой. И кубик превращается во что он превращается? Ну, во-первых, картинка будет немножко изменена. Поскольку мы уже работаем с f с крышкой, то тогда у меня, давайте я так сделаю, нарисую заново. У меня теперь будет вот здесь этот кубик, потому что я работаю на приращении. Я приращение обозначил одной буквой x. Вот это будет x1, это xn, а вот это t. И вот этот кубик. И я к нему применяю отображение f с крышкой. И что же у меня будет? У меня получится какой-то криволинейный кубик. Так бы я его назвал. Поскольку начало координат переходит в начало координат, а это бесконечно малое второго порядка, то точка, вот эта точка 0, переходит в эту точку 0. И здесь возникает некий криволинейный кубик. Ну, я его так изображу. А вот во что он попадет обязательно? А давайте так рассуждать. Давайте я введу сигма максимум. Что это такое? Это максимум модуля отображения сигма от x, пока x у меня принадлежит исследуемому кубику. Исследуемому кубику. То есть я x пробегаю по всему кубику, получаю образ, но только не всего этого отображения, а только сигма, беру по максимуму модуля, и вот это вот и есть, можно это назвать, функцией от t. Далее. Вот это вот отображение непрерывно. Поэтому модуль тоже непрерывное отображение. Максимум достигается. Поэтому я могу утверждать, что вот это значение получается как сигма от некоторой точки. Другими словами, вот здесь найдется точка x со звездочкой. Я беру кубик со стороной t. Здесь найдется такая точка, что ее образ породит максимум вот этого модуля. Ну а теперь смотрим. Вот, скажем, здесь, на первой координате. Максимум первой координаты, максимум модуля первой координаты не больше, чем максимум модуля вектора. И так будет справедливо для любой координаты. Мораль. Вот по первой координате я уверен в следующем, что f первая с крышкой от x окажется не больше, чем x первая. Посмотрите сюда. Вот x первая. А здесь будет стоять сигма максимальная от t. А здесь будет стоять минус сигма максимальная от t. Итак, вот это вот у меня, допустим, t. Так вот, вправо я могу получить оценку, добавляя вот это число, а влево минус это число. Это будет минус сигма максимальная от t. А вот эта добавка, это плюс сигма максимальная от t. И так поступить по каждой координате. В результате у меня получится следующее. У меня получится следующее, что образ, образ кубика, я уже не буду писать его, что он точки x нулевое, потому что он теперь у нас в начале координат. Образ кубика целиком принадлежит... Какому кубику? А вот какому? Минус сигма максимальная от t до t, потому что первая координата будет меняться, будет меняться до t, плюс сигма максимальная от t. и все это n раз. Ну а чему тогда равняется мера образа? Мера образа будет тогда оцениваться сверху как? Длина этого отрезка в степени m, потому что это кубик, и мы получаем t плюс 2 сигма, и все это в степени n. Прекрасно. С другой стороны, с другой стороны, если я опять вернусь сюда, то я понимаю, что первая координата обязательно будет меньше, то есть я пишу следующее. первая координата... Сейчас, извините, пожалуйста, не меньше, а наоборот. Первая координата должна оказаться... оказаться вот где. Если я здесь возьму самое большое значение, то тогда у меня будет так. f1 будет... f с крышкой от кубика. Вот я пишу, содержится в этом большом кубе, а содержит в себе такой куб. Сигма максимум от t, а здесь будет t минус сигма максимум от t и в степени n. Смотрим еще раз сюда. Вот это число может быть самым маленьким со знаком минус, и тогда это означает, что когда x1 равняется t, то мы, может быть, попали вот сюда. То есть... Извините, вот сюда. И это будет означать сигма максимум от t. И такой же точно зазор будет с другой стороны. В результате здесь возникнет малый кубик, и он целиком попадет. в образ. Так, а что ж тогда у нас получается? Мера образа... Так, раз, два, три. Получается, это было... Во! Не меньше, чем... А здесь будет так. t минус 2 сигма. Потому что длина этого отрезка t минус 2 сигма максимальная от t. И все это... Не надо, здесь модуль, он не нужен. И все это в степени n. Теперь я смотрю вот сюда и говорю. Мне нужно сравнить... Мне нужно сравнить... Меру с чем? С t в степени n. И тогда я получаю такую оценку. мера... f с крышкой, код t поделить на t в степени n, не больше. Если не больше, то я смотрю вот сюда. выношу t за скобки. И у меня здесь будет t в степени n. А тут будет 1 плюс 2. А дальше будет сигма максимальная от t поделить на t. И здесь поделить на t в степени n. А с этой стороны что будет находиться? А здесь будет вот эта оценочка. И я получу t в степени n. 1 минус 2 сигма. Ну так. Минус 2 сигма максимальная от t на t в степени... На t. Все, я вынес. t. Ага. И поделить на t в степени n. Сокращаем. Вот мы получили такую оценку. Далее мы вспоминаем, что вот это максимальное значение достигается при какой-то точке x звездочкой. То есть я могу теперь так записать 1 минус 2. А тут написать сигма от какого-то значения и поделить на t. И все это будет не больше, чем искомое отношение. И не больше, чем 1 плюс 2 сигма от x звездочкой t поделить на t. Теперь хочется перейти к пределу. Но дело в том, что вот эта функция, которую мы написали, не является дифференцируемой, и даже мы не можем утверждать, что она непрерывна. Почему? А дело в том, что как она рождена. Сигма максимальная – это максимальное значение. И мы говорим, что оно достигается, потому что эта функция непрерывна. Достигается ли оно в одной точке или в нескольких, мы не знаем. Мы выбираем какую-то одну точку. И когда мы ее выбираем, мы даже не уверены, что это отображение непрерывно. Теперь мы поступим так. Первый случай, основной. Давайте предположим, что для каждого t, начиная с какого-то значения, все равно нам нужен предельный переход. Итак, для каждого t, пускай вот эта вот точка x от t, она пускай у нас будет отлично от нуля. Отлично от нуля. Сейчас, секундочку. Я не то сказал, не это предположу. А давайте я предположу, что сигма для каждого t, это есть что такое? Это максимум модуля. Пусть это число больше нуля. Число больше нуля. Ну, в частности, это означает, отсюда, кстати, вытекает, что и сама точка не равна, нулю, как вектору. Почему? Ну, потому что, если здесь поставить ноль, то сигма от нуля это ноль. А мы договорились, что это должно быть число, а еще, а еще вот так, да. Надо еще палки ставить обязательно. А мы договорились, что это число больше нуля. Но это что нам позволит сделать? Я вернусь вот сюда, вот сюда, и напишу так. Дробь, которую я исследую, оценивается таким образом. 1 плюс 2 сигма от х со звездочкой от t, а дальше я поделю на х со звездочкой от t по модулю. Я уверен, что это не нулевое число. Я умножу на это число и поделю на t. И точно так же я поступлю с другой стороны. И точно так же я поступлю с другой стороны. И у меня получится 1 минус 2, а здесь будет сигма х. Палки только надо ставить, ребята. Вот здесь палки забываю. Обязательно. И вот здесь тоже. И вот здесь тоже. Обязательно надо ставить. Сейчас, секундочку. И вот здесь тоже. Нет, вот здесь не надо. Потому что сигма с максимумом, это уже неотрицательное число. Так что здесь можно и не ставить. Вот тут я перестарался. А когда я пишу звездочку, то тогда я уже перехожу к значению этого отображения. И надо ставить модули. Вот тут модули нужны. Так, что у меня получается? У меня получается вот что. Аналогичная конструкция. Я поделил на х со звездочкой. Так. А здесь будет стоять х со звездочкой. Вот, т на т. Значит, что я сделал? Я домножил на т и поделил на т. Замечательно. А теперь давайте посмотрим, что я могу сказать вот об этой дроби. Взгляните вот просто на этот рисуночек. В числителе стоит модуль вот этого вектора. А модуль этого вектора не больше, чем диагональ. А диагональ кубика в n-мерном случае... Диагональ... Еще палки здесь виноват. Угу. А диагональ кубика в n-мерном случае оценивается как корень из n на t. Это теорема Пифагора. И когда я подставлю вот эту оценку вот сюда, то t у меня сократится. А оценка только станет грубее. Это я разобрался с этой дробью. А что будет с этой дробью? Вспоминаем происхождение сигма. Сигма – это добавка главной линейной части. И это о малое от приращения. Смотрим. Сигма, примененная к аргументу, и поделить на его модуль. Зачем я делил, чтобы у меня под знаком сигма и в знаменателе стоял один и тот же вектор? И я уверен, что это стремится к нулю при t, стремящемся к плюс ноль. Это теорема о сложном отображении, о пределе сложного отображения. Сначала t превращается в х-звездочкой, а потом применяется сигма, и мы вспоминаем, что сигма – о малое. И еще мы, конечно же, пользуемся вот этим. Что в знаменателе у нас и вот этим, в знаменателе у нас не стоит ноль. Ну так, делаем вывод. При t, стремящемся к нулю, первая дробь стремится к нулю, а вторая дробь оценивается корнем из n, потому что t сокращается. А n фиксированное число – это такая размерность пространства. Ну так, к чему же стремится все выражение справа, к единице? Прекрасно. А уже слева будет то же самое. Почему? Потому что стоит аналогичное выражение, но только вместо плюса стоит минус. А все остальное то же самое. И мы получаем в пределе единиц. Итак, вывод. Если для любого t добавка сигма по модулю положительна, то в пределе мы получаем единицу, за которую боролись. Второй случай. Пусть существует такое t, что сигма от x со звездочкой от t по модулю равно нулю. Ну что это означает? Это означает, давайте еще раз смотреть, что максимум значений модулей отображения сигма по всему кубику размером t – этот максимум 0. Но если максимум модуля 0, то это означает, что на всем кубике это отображение обнуляется. И если я буду t уменьшать, то тогда ничего не изменится. И у меня по-прежнему сигма будет тождественно равно нулю. Если сигма обнулилась на кубике размером t, то оно тем более обнулится на кубике размером меньшим. Но это означает, что в предыдущей строке числитель тождественный 0, а знаменатель не 0. Ну а что тут переходить к пределу? Тут написано, дробь не меньше единицы, не больше единицы. Единица. Все мы доказали. Итак, мы сумели доказать первую часть теоремы. Вторую, повторяю, доказывать не будем. И мы движемся дальше. И мы после этого переходим к пункту номер 3. Пункт номер 3. Давайте я его напишу здесь. Пункт номер 3 называется так. Вот, собственно говоря, главная формула замены переменных в кратном интеграле. В кратном интеграле. Значит, напоминаю, ребята, у нас есть уже готовая формула замены переменных для интеграла Риммана на отрезке. Вот я ее напомню, чтобы у нас была путеводная звезда, чтобы мы видели, с чем сравниваем. Напоминаю, что если у нас есть, я так напишу, функция f от y, и мы ее интегрируем по отрезку АВ, и функция непрерывна на отрезке АВ, то это то же самое, что интеграл от альфа до бета, f от fi от x, было такое, fi штрих от x, dx. Где фи функция класса С1, ну для чего? Чтобы вот эта производная была непрерывной. И еще, fi от альфа это А, fi от бета это Б. Ну и надо, чтобы вот эта суперпозиция существовала. Ну, например, если образ фи попадает в отрезок АВ, хотя это и не обязательно. Вот перед нами формула замены переменной для интеграла Риммана на отрезке. Для интеграла Риммана кратного она выглядит грубее, я бы так сказал. Ну, давайте формулировать. Сейчас, мы готовы формулировать теорему? Нет, не готовы. Значит, эта формула у нас остается, а мы сейчас формулируем вспомогательную лему. Пишем так, лемма о погружении множества нулевой меры в кубы клетки. В кубы клетки. Во как длинно. В кубы клетки. Значит, о чем пойдет речь? Пусть у нас имеется, вот так что ли? А, не так, наверное, наверное, вот так. Множество гамма в размерном пространстве. И пусть оно, это множество, имеет меру ноль. Измеримая его мера равна нулю. Далее. Пускай это множество принадлежит кубу со стороной А. Это всегда можно добиться, потому что, если множество измеримо, то оно ограничено. Раз оно ограничено, то оно находится в кубе клетки какого-то достаточно большого размера. Теперь делаем таким образом. Вот я картинку начну рисовать. Х1, Хn. Вот это вот куб. Куб. А это множество нулевой меры. Теперь поступим следующим образом. Возьмем натуральное число К. Поделим каждую сторону куба на К равных подотрезков. То есть, у нас теперь возникают кубы. Давайте напишем вот так. Это кубы катые, которые имеют размер А на К. А на К. И таких кубов будет сколько? Значит, мы тут имеем К. К в степени n кубов. К в степени n кубов. Теперь давайте рассмотрим. Только те кубы... Только я вот плохо сказал. Давайте здесь индекс поставим И. И это перечисление всевозможных малых кубов. А вот И меняется от единицы до К в степени n. Вот это будет, пожалуй, хорошо. А это точка с запятым. Так. Далее. Вот я нарисовал кубики. Вот смотрите-ка. Вот такой, например, кубик. А он не пересекается вообще с множеством гамма. А давайте мы с вами введем такую индексацию, что И, большое, это все такие индексы, зависящие, конечно, от этого множества. Что когда я возьму индекс И из этого множества, а это какое-то подмножество номеров от 1 до К в степени n. Так вот, когда я возьму индекс из этого подмножества, то Ку и Тая в этом случае пересечение из гамма не пусто. Ну, например, ну вот так. Вот так, да. Вот не пустое пересечение. Теперь я объединяю по всем указанным индексам такие кубы и рассматриваю их меру. Еще раз. Я рассматриваю все кубики малые, которые пересекаются с гаммой. Я их объединяю. И я рассматриваю меру объединения. Так вот, я утверждаю утверждение. Вот эта мера стремится к нулю, когда К стремится к плюс бесконечности. Вот это утверждение. Давайте я его прокомментирую. Тут написано следующее. Вернее так, что мы знаем? Мы знаем следующее, что если множество нулевой меры, то его всегда можно заключить в клеточное, ну, вот так вот, как-то там, сколь угодно малой меры. Но никто не сказал, что это клеточное множество, это объединение кубиков, да еще получаемых специальным образом. А тут написано вот что. Если у вас есть множество нулевой меры, погружайте его в любой куб. Режьте куб мелко на мелкие кубы, куитые. Рассматривайте только те кубы, которые пересекаются с множеством. И тогда вот это множество, которое содержит в себе гамма, по мере будет стремиться к нулю. Приказ стремяется к бесконечности. То есть нам предложила эта лемма унифицированный стандартный способ погружать множество нулевой меры в измеримое, в клеточное подмножество, сколь угодно малой меры. Сколь угодно малой меры. Так, это у нас техническая лемма. Ну вот теперь, наверное, будет теорема. Теорема. Теорема о замене. Вместо вот этого фи у меня теперь будет дифиоморфизм F большое. Итак, что дано? Дано первое. Дано F, которое действует из U в V. И это дифиоморфизм. То есть взаимноднозначное, взаимнодифференцируемое отображение, дифиоморфизм областей, областей. И понятно, что обе области должны лежать в пространстве одной размерности. Иначе дифиоморфизма не будет. Далее. У нас имеется множество X. Это будет аналог отрезка альфа-бета. Множество X. Какое? Живущее в U. И оно измеримое. Давайте ниже подпишу. X. Измеримое. Ну и замкнутое. Заодно уже и компактное получается. Далее. У нас имеется множество Y. Как оно получается? Как образ от X. Сразу прокомментирую. Если X измеримо, то после дифиоморфизма Y тоже измеримо. И еще. Если X замкнутое, то дифиоморфизм превращает замкнутое множество в замкнутое. Вот так. Замечательно. Что еще у нас имеется? У нас имеется функция, которая действует из Y. Вот она функция, действующая из Y. И эта функция непрерывна. Все. Хватит. Утверждение. Интеграл по Y. F от Y до Y равняется интегралу по X. Ф малая от F большой от X. Дальше идет модуль определителя матрицы Якоби. И интегрируется по мере X. Обводим рамочкой. Вот это формула, которую мы должны доказать. Значит, чем она принципиально отличается вот от этой формулы? Фиш штрих от X – это вообще-то определитель, потому что в данном случае матрица Якоби состоит из одного числа. И сама матрица, и ее определитель – это одно и то же. Но обратите внимание, здесь стоит модуль, а здесь его нет. Потому что этот интеграл ориентируемый. Мы здесь можем интегрировать и от бета до альфа. А здесь мы интегрируем по мере. Это мера, дифференциал меры и это дифференциал меры. Ну, наверное, нарисуем картинку. Вот тут живет X. И тут живет U. И мы U превращаем с помощью дифиоморфизма в V. Так, тут живет X. Замкнутое измеримое множество. X большое. С помощью того же самого отображения F мы превращаем X большое в Y большое. Замкнутое измеримое множество. Далее. На множестве Y есть функция. Она превращает каждую точку в число. А теперь мы рассматриваем вот такую суперпозицию. Посмотрите, вот она. Но этого мало. Перед нами суперпозиция, которая точку X превращает в число. Но мы потом домножаем это число еще на модуль определителя. И только после этого интегрируем. Ну что, доказательства. Первое, что мы можем сказать, что оба интеграла существуют. Почему? Ну, функция F по договоренности непрерывна. Множество Y измеримо. Он существует. Что здесь мы видим? Дифиоморфизм и непрерывная функция в суперпозиции дают непрерывную функцию. Вот это непрерывная функция. Далее. Мы договорились, что F – дифиоморфизм. Поэтому вот эта матрица частных производных непрерывно зависит от точки. Стало быть, и определитель ее непрерывно зависит от точки. И модуль непрерывно зависит. То есть мы получаем опять непрерывную функцию. Произведение двух непрерывных непрерывно по измеримому множеству можно интегрировать. Существует. Итак, мы так жестко потребовали многого от F большого, F малого и так далее, что оба интеграла существуют. Осталось только доказать, что они совпадают. Доказательство в идейном смысле я считаю несложное, но выкладки будут длинные. Потому что придется иметь дело с интегральными суммами. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас напишу интегральную сумму для интеграла справа. И попробую ее упростить, чтобы она выглядела для меня просто. Я буду рассуждать так. Если ты существуешь, то меня устроит любое разбиение множества х на измеримое подмножество. После чего я составлю для тебя сумму Риммана. И буду переходить к пределу, требуя, чтобы мелкость стремилась к нулю. Ну, судя по вот этой лемме, я поступлю так. Я погружу множество х в куб достаточно большого размера. Рисовать его не буду. После чего начну разбивать стороны куба на k равных подотрезков. И в результате у меня возникнет разбиение объемлющего. Ну, ладно, вот он где-то там большой объемлющий куб. Объемлющего куба на малые кубы. И я скажу следующее. Что такое интегральная сумма Риммана? Ну, наверное, так надо писать. Сумма Риммана. Вот этой функции, по которой я могу найти потом в пределе интеграл Риммана. Для этого мне нужно, во-первых, рассмотреть разбиение х на измеримое подмножество. А во-вторых, в каждом из таких множеств взять какую-то точку, чтобы у меня было подчиненное этому разбиению выборка. Ну, я так скажу. Вот сумма, извините, разбиения, которое даже вы видите, для меня слагается из двух типов слагаемых. Есть слагаемые, когда клетка малая целиком попадает во внутренность множества х. И тогда я напишу, и принадлежит, и ж, вот это ж, ж от чего? От х. А это означает для меня, ну, я ниже прокомментирую, что клетка принадлежит внутренности множества х. Если у меня вот такая малая клетка, то тогда что я имею? Я должен взять здесь какую-то точку. Так я возьму вот эту точку с самыми малыми координатами. И у меня будет выглядеть интегральная сумма так. f от f, большое, от xi и t, потом умножить на определитель df. В какой точке? В xi и t. Хорошо. Так, так. А на что надо умножить? Ну, дело в том, что все эти кубики, у них мера у всех одинаковая. Поэтому я могу сказать так, что это есть... Сейчас я посмотрю свое обозначение, ребята, чтобы потом не жалеть о том, что я написал. Одну секунду, потерпите. Как я обозначал? А, я просто обозначал, по-моему, мерой, и все. Да, просто мерой обозначал. И это будет мера ку-и-тое. Где ку-и-тое? Вот там написано. И вот нарисовано. Это маленький кубик. Кубики-то, конечно, разные, но меры у них у всех одинаковые. Для этого надо взять сторону куба, поделить на к и возвести в степени. Плюс. Но это еще не все. Дело в том, что когда я буду разбивать х, возникнут еще такие пересечения. Ну, например, вот перед вами. Когда маленькая клетка куб не принадлежит внутренности множества х. Но если она не принадлежит внутренности, то она что делает? Пересекает границу. Другими словами, я могу написать следующее. Что это сумма, но теперь и чему принадлежит? А вот я посмотрю предыдущие обозначения. Посмотрите. Это и большое, а тут стояло множество нулевой меры. А сейчас я напишу и большое, а тут напишу dx. А вот это и есть множество нулевой меры. Раз х измеримо, то его граница имеет нулевую меру. Ну, а после этого я опять начну писать все то же самое. И чем же отличаются вот эти суммы? Они отличаются тем, где пробегаем индексацию. Теперь давайте посмотрим вот на это выражение. Поскольку функция f непрерывна, а множество х компактна, да и у компактна, то вот этот модуль оценивается сверху какой-то константой. Это раз. Во-вторых, тут стоит что? Определитель, от d забыл, определитель матрицы. Но элементы этой матрицы непрерывны. А раз они непрерывны, то у определителя, у его модуля тоже существует максимум, который достигается. Где? Достигается на х. То есть я могу вынести здесь максимум, и здесь могу вынести максимум. А что же у меня тогда останется? Значит, давайте я напишу вот так, ребят, чтобы меня не переписывать. И оценю это все сверху. Значит, модуль вот этой суммы, вот этой вот всей суммы, сверху оценивается как? Некий максимум модуля, максимум модуля f, дальше максимум, не так, давайте я напишу не так, максимум модуля f, так будет лучше, потом максимум определителя df, df и умножить. А что же тут это останется? А тут останется сумма мер тех кубиков, которые пересекаются с границей. А мы с вами, по крайней мере, сформулировали лему, я ее доказывать не стал, доказательства есть в электронной версии. Оно несложное, посмотрите его. Так мы знаем, что мера объединения таких кубиков стремится к нулю. Итак, у нас здесь останется вот что. Сумма мер всех вот таких кубиков, когда i принадлежит и большому границе. А эта сумма стремится к нулю. Вот куда я забрался. В результате, что я получаю, ребята? Когда я буду переходить к пределу, стремясь сделать мелкость, стремящуюся к нулю, то у меня получится следующее. Мелкость, мелкость стремится к нулю для этого разбиения. Я еще раз подчеркиваю, я взял специальное разбиение, имею право. Мелкость стремится к нулю только тогда, когда k стремится к бесконечности. И в результате я получаю окончательный вывод, который я напишу где. Ну, давайте я его напишу вот здесь. Интеграл по множеству x вот так, потом вот так, потом вот так. Это есть предел какой суммы? Только вот этой. Потому что вот эта сумма в пределе дает ноль. Это есть предел, когда k стремится к бесконечности. И интегральной суммы, когда индексация пробегает по внутренности. По внутренности. А давайте я даже напишу вот так. Давайте я вот здесь напишу нолик, намекая на внутренность. Прекрасно. А там остается f от, f большой от xi и t. Так, потом будет модуль определителя df в точке xi и t. А тут будет μ ку и t. Все, есть. С правой частью, или с какой, или с левой, я уже не помню. С правой. Мы разобрались. Теперь будем побеждать вот эту часть. Как это сделать, чтобы согласовать выражение слева с выражением права? Повторяю, он существует. Поэтому y можно разбить на измеримое множество. Как угодно, лишь бы мелкость стремилась к нулю. Смотрим на эту картинку. Когда я здесь нарисовал сетку Декартову, тут возникла сетка криволинейная. Перед вами образы вот этих прямых и этих клеток в пространстве y. И в результате я говорю, что y теперь это объединение чего? Образов всех вот этих кубов в пересечении с y большим. То есть, чтобы получить y, я беру образ маленького куба, пересекаю его с y и объединяю. А y здесь будут, и будет по всем номерам в данном случае. Тут будут все номера написаны. Все номера. Но так раз исследовать очень трудно. Поэтому я поступлю аналогично тому, как я поступал здесь. Я скажу следующее. Есть такие номера, которые порождены внутренностью. А дефиоморфизм внутренность переводит во внутренность. Дефиоморфизм – это очень удобное для нас отображение. Вот если эта клетка жила во внутренности x, то ее образ оказался во внутренности y. Поэтому я могу сказать так, что я объединяю по всем i, откуда, которые были порождены j от внутренности x нулевого. А беру теперь образы этих маленьких кубиков, пересекаю с y. И я объединяю отдельно с чем? Вот это, наверное, вот так надо написать. А здесь еще раз объединяю f от q и, как это все длинно, но по смыслу понятно. Но теперь индексация пойдет по границе. Если какой-то кубик пересекал границу, то его образ тоже пересечет границу. Вот его образ. И в результате у меня интегральная сумма вот того интеграла будет иметь такой вид. Интегральная сумма. Она будет разбита на две подсуммы. Сначала будет стоять сумма f от чего? От... А, вот что. Давайте смотреть. У меня же здесь была выборка. Но эта выборка вот сюда переносится. Другими словами, вместо того, чтобы здесь писать точку новую, я напишу ее как образ кси. То есть, обратите внимание, что у меня при отображении сохранилось, при функции сохранился тот же аргумент. Тот же аргумент сохранился. Прекрасно. Дальше что у меня должно быть? Ну, а дальше у меня должно стоять мера чего? Образа куито. Вот это вот принципиальное отличие от того, чего не было раньше. Тут стояла мера кубика и умножить на таинственный коэффициент. Теперь никакого коэффициента нет. Но у меня кубик превратился в его образ. Образ. И я беру его меру. Итак, я беру по всем и из ж от внутренности. А потом я прибавляю, вот это прибавляю, сумму по всем индексам из и от края. Края. А дальше будет то же самое. И дальше будет то же самое. То есть, формально все выглядит одинаково. Но только индексация пробегает здесь по краю, а здесь по внутренности. Ну, что я утверждаю? Я утверждаю следующее. Что когда К, вот это К, уходит в бесконечность, то, во-первых, по-прежнему мелкость разбиения У стремится к нулю. Это первое утверждение. То, что здесь мелкость стремится к нулю, мы понимаем. Потому что здесь мелкость, это длина диагонали, а мы уже ее считали. Это размер стороны на корень квадратный из Н, где Н количество координат. А почему здесь мелкость будет равна стремиться к нулю? А мы знаем следующее, что при дифиоморфизме длины увеличиваются не более чем в норму производная раз. Вот это коэффициент искажения длин. Не путать с коэффициентом искажения меры. Коэффициент искажения меры модуль определителя коэффициент искажения длины норма матрицы частных производных. Но поскольку вот эта матрица непрерывна, и поскольку х меняется на компактном множестве, то этот коэффициент оценивается равномерно по всем х какой-то константой. И тогда что же у нас получается? у нас получается следующее. Когда к стремится к бесконечности, здесь мелкость стремится к нулю, наибольшее расстояние увеличивается не более чем в с раз, и мы делаем вывод. При к стремящемся к бесконечности, мелкость, напишу словами, мелкость разбиения у стремится к нулю. Уже хорошо. Раз она стремится к нулю, то тогда я буду управлять не мелкостью, а как. Устремляю как к бесконечности и смотрю на вторую сумму. На что я надеюсь? Вот эта сумма ушла в ноль. Вот она в ноль ушла. Может и это уйдет в ноль. Ну давайте смотреть. Опять я буду брать модуль, опять я буду здесь брать модуль, и я получу по модулю ту же самую оценку. Это максимум функции F на компакте. А вот что касается что касается вот этого множества, то у меня будет так. Ну давайте я напишу. Норм по I принадлежащий I большой от края F от F от кси так еще разок мю от F от куи и вот так вот палки есть по модулю не больше чем С а тут останется сумма мер и тогда я получу следующее что это есть мера чего это есть мера образа всех кубов ну тогда надо сумму писать ну давайте да напишу сумму по секунду да сумма мер образа всех кубов когда I пробегает по краю когда I пробегает по краю по краю что мы знаем что если я возьму меру прообраза меру прообраза то она равна нулю в пределе по вот этой лемме по вот этой лемме так а теперь смотрим что у нас получается коэффициент искажения меры каков коэффициент искажения меры это модуль определителя а модуль определителя тоже ограничен вот давайте я это здесь напишу модуль определителя ограничивается какой-то константой поэтому каждая из этих мер оценивается через вот этот коэффициент и в сумме мы тоже получаем стремление к нулю мораль когда мы строим интегральную сумму для интеграла слева и переходим к пределу нам не надо рассматривать тем элементы подразбиения которые пересекаются с границей нам надо рассмотреть только вот такие вот суммы тут есть еще что смотреть поэтому я сейчас кое-что вытру так это я оставлю это я оставлю а вот это я уберу ребята это я уберу обратите внимание вот эта сумма пока еще не похожа на вот эту сумму да индексация та же f малое от f большое тоже но вместо модуля определителя мю стоит мю отобразом что мы сделаем я пишу вот сюда ребята и у меня будет так сумма по и от индекса который пробегает по внутренности f малое от f большое от кси и т ладно а вот с этим что делать так теорема где у меня теорема ребят я ее не вытер о посмотрите вот сюда тут написано следующее мю от образа от кубика только тут написано q большое а там у меня будет q малое ну и что и теперь сказано что вот эта дробь отличается от определителя как она отличается на эпсилон по всем точкам в множестве х большое ну тогда я могу сделать следующее давайте я эту разность чего я не делал на прошлой лекции вот эту всю разность обозначу буквой ню и посмотрите чему тогда равна вот эта мера она равна следующему определитель плюс ню да и умножить на т в степени н итак я могу теперь заменить меру образа кубика чем давайте еще раз смотреть чтобы я не забыл я могу заменить это вот чем т в степени н потом на модуль определителя в точке кси итое ой стоп на модуль определителя а я забыл определитель хорошо и минус нет не минус я же переношу вправо и плюс и плюс функция ню которая зависит от икса и от т вот так у меня было написано и это все вот так а теперь давайте смотреть как мне надо это может быть исправить для чего для 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 моей суммы что такое т в степени н а это как раз есть мера вот этого кубика это и есть мера этого кубика поэтому в данном случае я должен написать меру вот этого кубика ну а теперь что у меня получается равняется ну я могу теперь выбросить вот эту сумму она мне не нужна все это остальное уходит в ноль и у меня остается следующее опять две суммы одна сумма выглядит так по и по внутренностям f от f большой от xi и т умножить посмотрите когда я буду раскрывать скобки то это у меня будет модуль определителя d f xi и т по модулю и умножить на мю от q и т но это уже вот это прекрасно а что остается заново сумма по внутренностям хорошо f малая от f большой от xi и т есть потом на что надо умножить надо умножить на вот эту функцию ню которая но только теперь ребята я виноват тут надо писать не x ведь мы же работаем в дискретных точках xi и т вот а что такое t у меня было а t у меня было а поделить на k это размер маленького кубика ну исправьте здесь и тогда у меня здесь будет стоять функция ню взятая в точке xi и т а размер кубика а поделить на k отлично во что я верю я верю в то что в результате предельного перехода когда k стремится к бесконечности эта сумма уйдет в ноль ну давайте ее оценивать опять же я буду писать палки и у меня будет следующее у меня будет здесь стоять константа потому что функция f ограничена а что здесь стоит а здесь стоит вот что ребята так вот только мне кажется что я где-то потерял мю ну давайте-ка еще раз да вот это t в степени надо же на ню умножать ребята конечно конечно надо я уж виноват вот эта вот штука она пойдет она пойдет ребята и вот сюда тоже ну я уже давайте ее допишу она и здесь будет я ее забыл написать значит тогда она тогда она будет и вот здесь мю от q и т будет будет так оцениваю оцениваю и говорю по модулю это оценивается как по модулю вот эта вторая сумма оценивается так константа мы ее писали это константа связанная с функцией f где-то писали потом что будет будет вот это вот ню а мы с вами пользуемся второй частью теоремы а вторая часть теоремы говорит что вот эта функция стремится к нулю равномерно невзирая на то в какой точке мы берем отношение к мер в данном случае мы берем во всех точках куи и т по вот этой внутренности но эти все точки принадлежат х принадлежат а х напоминаю компактное множество а если оно компактное посмотрите вот сюда вот черточка совпадает замыкание совпадает множеством и здесь замыкание совпадает то мы можем быть уверены что равномерно по всем кси модуль этой функции не больше эпсилон если к не меньше какого-то к нулевого натурального а что же останется а останется сумма мер маленьких кубиков но это сумма мер не больше чем мера вообще всего куба который мы ну даже не так можно написать мера икса например потому что все эти кубики попадают в х ну а теперь смотрим что произойдет когда к стремится к бесконечности это константы а эпсилон будет стремиться к нулю то есть это стремиться к нулю при к стремящемся к бесконечности кажется мы все сделали к чему же мы пришли мы пришли вот к чему что второй интеграл который слева я не поленюсь и поэтому запишу его вот сюда вот пишу интеграл по у ф от у до у это есть вот теперь я оставлю предел приказ стремящимся к бесконечности только вот этой суммы потому что сумма вторая уходит в ноль ну все осталось только сравнить и мы победили после этой победы мы возвращаемся к условию утверждению и пользуемся этим к сожалению наборов замен то есть дефиаморфизма не очень-то и много придумать дефиаморфизм это целое открытие вы на практике пользовались сферической заменой цилиндрической заменой на плоскости полярная замена координат ну и там еще есть какие-то отдельные красивые случаи но они в общем-то специфичны весьма специфичны ну все с этой теоремой мы победили так и мы переходим к последнему пункту нашей лекции пункт номер 4 геометрический смысл знака якобиана геометрический смысл знака якобиана у нас был геометрический смысл вот он модуль якобиана как мы сказали это коэффициент искажения меры модуль якобиана это коэффициент искажения меры так можно сказать а в чем же состоит смысл знака якобиана вот это мы сейчас узнаем так это будет пункт 4.4 и называется он так не называется геометрический смысл знака якобиана сначала будет лемма лемма такая рассмотрим в нмерном пространстве все возможные базисы это векторы вот один базис а вот второй базис g а вот второй базис ну и таких базисов бесконечное множество мы скажем что два базиса эквивалентны эквивалентны если определитель матрицы перехода больше нуля что это значит что это значит напоминаю что если у нас есть два базиса то всегда можно векторы второго базиса выразить через векторы первого базиса только надо понимать да 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 надо понимать так да 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 вот так вот так это линейное отображение которое превращает и ты вектор в этом базисе в и ты вектор во втором базисе и поскольку это базисы то эта матрица не может быть вырожденной значит у нее определитель не ноль а мы скажем так что два базиса эквивалентны если этот определитель положительный ну а что утверждает Лемма Лемма утверждает введенное введенное отношение эквивалентности эквивалентности по рож да ед два прописи два класса эквивалентности порождает два класса ну во первых чтобы доказать надо проверить что это отношение эквивалентности мы утверждаем что каждый базис эквивалентен сам себе почему ну потому что превратить его в себя можно с помощью единичной матрицы а у нее определитель равен единице больше нуля далее если мы превратили е в ж с помощью матрицы с положительным определителем то тогда обратная матрица превращает базис ж в базис е а определитель обратной матрицы это единица поделить на определитель данной и если этот положительный то и определитель обратной больше нуля ну и транзитивность транзитивность тоже выполняется почему ну допустим е превратили в ж через матрицу с положительным определителем ж превратили в базис f с помощью матрицы b тоже с положительным определителем вопрос какая матрица нужна чтобы е превратить в f а нужна матрица а суперпозиция с b а ее определитель равен произведению определителей обратите внимание здесь суперпозиция это произведение чисел ну это тоже больше нуля и так в самом деле перед нами отношение эквивалентности ах зря я вытира ну ладно ну пускай будет вот так вот так вот так вот так вот так вытер значит вытер и так еще раз то что это отношение эквивалентности мы проверили три свойства рефлексивность симметричная транзитивность теперь вопрос а сколько классовой эквивалентности будет ответ два почему два ну потому что если определитель не равен нулю он может быть либо положительный либо отрицательный и если мы возьмем базисы из первого класса условно из первого а из второго вот эти меняются друг с другом с помощью положительных матрицы с положительным определителем эти тоже меняются друг с другом с помощью матрицы с положительным Но если мы хотим вот этот базис превратить в этот, нам потребуется матрица с отрицательным определителем. Теперь определение ориентации пространства. Определение ориентации пространства. Выглядит это так. Выбор одного из классов эквивалентных между собой базисов ориентирует пространство РН. Другими словами, мы можем ввести ориентацию в пространстве РН двумя способами. И ориентация пространства – это дело условное. Ведь мы же сами из двух классов базисов выбираем какой-то один и говорим. Вот, допустим, два класса. Какой-то первый, какой-то второй. И мы говорим, вот пусть ты ориентируешь пространство. Все. Тогда ты называешься правый. Это будет правый базис. Это который ориентирует. Ну, а стало быть, тот, который не ориентирует левый. Замечание. Замечание первое, ребята. Когда мы выбираем какой-то класс базисов, то всегда можно пользоваться орто-нормированными базисами. Потому что и в первом классе, и во втором имеется бесконечное множество орто-нормированных базисов, а с ними удобно работать. И второе замечание, оно такое, что если у вас есть базис, допустим, левый, то его превратить в правый очень просто. Ну и наоборот. Значит, смена ориентации базисов осуществляется перестановкой, подчеркиваю, соседних векторов базисов. Если у вас есть в трехмерном мире Е1, Е2, Е3, и он, допустим, левый, то напишите Е3, Е2, Е1. Я вот взял и поменял местами вот эти. Они тоже считаются соседними. И тогда вот такой базис уже будет правый. Это удобно. Удобное правило. Ну и что теперь? А, теперь нам надо привести примеры. Никита, сколько осталось до звонка? Прекрасно. Я должен все время все успеть. Давайте приведем примеры. Значит, традиционно в трехмерном мире самый удобный ортонормированный базис обозначают буквами ИЖК и выбирают его так. Значит, пишут ИЖК. Какие это векторы? Да любые, попарно перпендикулярные и единичные. Но договоренность такая. Когда мы будем крутить ИКЖ по меньшему углу, то К будет направлено по правилу варапчика. Это традиция, не более того. Эта же традиция используется для ориентации плоскости. Ежели мы хотим ориентировать плоскость, то поступают так. Погружают плоскость в пространство. Хотя об этом не говорят, но на самом деле подразумевается это. Выбирают теперь базис ИЖК таким образом, чтобы вектор И и вектор Ж оказались на плоскости. А вектор К колол нам глаз. То есть мы считаем, что вектор К указывает направление вверх. Но это условность на самом деле. Ну вот при такой условности считается, что базис ИЖ это правый базис на плоскости. И нам осталось доказать последнюю теорему. О чем? Ну о знаке Якобиана. Тут же пункт какой? Геометрический смысл знака Якобиана. Все, рассказываем эту теорему. Мы не уйдем, пока мы ее не расскажем. Итак, теорема о геометрическом смысле. Знака Якобиана. Итак, пусть F это дефиоморфизм, как это уже было у нас в предыдущей теореме. Вот такой же F, как был в теореме о замене переменных. Дефиоморфизм областей, областей, н-мерного пространства. Одного и того же, да? Нет разных. Разных. Непринципиально, кстати. Тогда мы говорим следующее. Мы говорим следующее. Если в точке Х со звездочкой, принадлежащей У, определитель матрицы частных производных больше нуля, в скобочках меньше нуля, то тогда для любой точки Х, принадлежащей У, определитель будет иметь тот же самый знак. Или был больше, останется больше, был меньше, останется меньше. Ну, поскольку определитель матрицы это и есть Якубеан, вот это Якубеан, и вот он Якубеан, то тут и написано следующее. Вот это утверждение можно сформулировать таким образом. При дефиоморфизме областей при дефиоморфизме областей матрица частных производных или сохраняет ориентацию во всех точках, или меняет ее на противоположную. Это, я говорю эту теорему заново, другими словами. То же самое говорю. При дефиоморфизме областей областей матрица ДФ или сохраняет ориентацию, вот, сохраняет ориентацию, вот. во всех точках или меняет ее на противоположную. Доказательства несложные. Картинка простая. Вот это вот у нас У, а вот это у нас В. Лежат ли они в одном пространстве или в разных экземплярах анмерного пространства, не важно. А теперь говорим такие слова. Вот у меня есть точка Х со звездочкой. И в этой точке, допустим, определитель этот оказался положительным. Теперь я беру любую другую точку и говорю, поскольку это область, то это множество открытое и связанное, линейно связанное. И я могу соединить его кривой. Теперь, что получается? Если я допущу от противного, что определитель матрицы ДФ в точке Х меньше нуля, то тогда существует точка на кривой. Сами это докажите, введя параметризацию кривой. Существует точка с крышкой, которая лежит на кривой, где? Внутри области. Какая же это точка? А это точка, в которой определитель равен нулю. А вот этого уже быть не может, потому что у нас дифиоморфизм. Дифиоморфизм. А дифиоморфизм не вырожден в каждой точке. То есть, вот эта матрица не может выродиться, и ее определитель быть равным нулю не может. Значит, мы пришли к противоречию. Теорема доказана, и произвенел звонок. Спасибо вам большое. Мы завершили все технические проблемы, связанные с интегрированием. И поэтому мы можем уже дальше развивать теорию, опираясь, ну еще минуту дайте, определение свойства класса интегрируемых функций, переход от кратного к повторному, замена переменной. Все у нас есть, мы будем двигаться дальше. Всего доброго. Не болеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok